Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем мячик. Для вязания мячика нам понадобится пряжа трех цветов и спицы. Набираем на спицы любым цветом 25 петель и начинаем вязать. Первый ряд провязываем все лицевые петли. Кромочные также вяжем лицевыми. Итак, лицевыми петлями вяжем до конца первого ряда. Довязав первый ряд, вяжем второй ряд. Во втором ряду нам нужно сделать прибавку в начале ряда и убавку в конце ряда. Провязываем кромочную петлю лицевой. Далее поднимаем промежуточную нить и набрасываем на левую спицу. Переворачиваем ее и провязываем лицевую петлю. Вот мы сделали одну прибавку. Следующие петли вяжем лицевыми. Итак, вяжем лицевыми петлями, пока у нас на левой спице не останется три петли. Вот у нас осталось три петли. Провязываем две петли вместе лицевой. Делая убавку. И кромочную провязываем также лицевой петлей. Вот мы связали второй ряд. Переворачиваем вязание. Дальше берем нить другого цвета. Присоединяем к вязанию. Провязываем кромочную петлю лицевой. И вяжем третий ряд. Провязываем все петли лицевые. И так лицевыми петлями вяжем до конца третьего ряда. Четвертый ряд вяжем так же, как и второй. Кромочную провязываем лицевой. Далее промежуточную петлю набрасываем на левую спицу и переворачиваем ее. И эту петлю вяжем тоже лицевой. Далее провязываем лицевыми петлями до конца ряда. В конце ряда нам нужно будет сделать убавку. Провязать две петли вместе лицевой. Вяжем пока у нас на спице не останется три петли. Когда осталось три петли, провязываем две петли вместе лицевой. И последнюю, третью, кромочной. Вот мы связали четвертый ряд. Вяжем пятый ряд. Пятый ряд будем вязать нитью третьего цвета. Присоединяем нить к вязанию, провязав кромочную петлю лицевой. И вяжем пятый ряд. Пятый ряд вяжем все лицевые петли. И так лицевыми петлями довязываем до конца пятого ряда. Шестой ряд вяжем так же, как и четвертый, как и второй. Кромочную провязываем лицевой. Далее промежуточную нить набрасываем на левую спицу. Переворачиваем ее. Перекручиваем, чтобы не было дырочек при провязывании. И провязываем лицевой петлей. Дальше все остальные петли вяжем так же лицевыми петлями. В конце ряда не забываем, нам нужно будет сделать убавку. Вяжем лицевыми петлями, пока у нас на левой спице не останется 3 петли. Кромочная и 2 петли, из которых мы будем делать убавку. Вот у нас осталось 3 петли на левой спице. Провязываем 2 вместе лицевой и кромочную. Вяжем изнаночной. Вот мы довязали шестой ряд рапорта. Переворачиваем. Седьмой ряд будем вязать нитью голубого цвета. Той нитью, которую вы вязали первые 2 ряда. Берем голубую нить и начинаем вязать. Вяжем так же платочной вязкой все лицевые ряды. Провязываем седьмой ряд лицевыми петлями. И так вяжем до конца ряда. Всего нам нужно так провязать 60 рядов. Но не забываем чередовать по 2 ряда каждым цветом. Как мы и начинали. Первый цвет, второй и третий. Первый ряд любого цвета вяжем все лицевые петли. А второй ряд любого цвета вяжем в начале прибавку, в конце убавку. И так у нас получится, каждым цветом мы провяжем по 10 раз. Провязав 60 рядов, вот такое перекошенное полотно у нас получилось. Обрезаем концы нитей. У меня это голубая и оранжевая. И связываем эти кончики на 2 узелка. Чтобы вязание не распускалось. А зеленой нитью будем закрывать петли. Провязывать по 2 петли вместе. 2 петли вместе. Набрасываем получившуюся петлю. И провязываем следующие 2 петли вместе. И так нам нужно будет закрыть все петли. И так закрываем все наши петли. Закрыв все петли, обрезаем нить. Оставляя сантиметров 30, чтобы можно было шить. И закрываем петлю. Далее берем иголку. Далее с помощью иголки будем шивать наш мячик. Слаживаем лицевой стороной внутрь. И будем шивать. Вот таким образом нам нужно шить. Захватываем петельку на одной стороне мячика. Затем на второй. И так будем шивать. Пока не сошьем весь мячик. Вот мы шили 2 стороны между собой. У нас теперь получилось 2 отверстия. Выворачиваем на лицевую сторону. Все хвостики прячем на изнаночную сторону. Далее с помощью иглы продеваем через все петли нашего отверстия. И так нам нужно продеть до конца отверстия. Будем шить. Продев нить через все петли отверстия, затягиваем его. Стянув отверстие, закрываем петлю и хвостик нити прячем внутри мячика на изнаночной стороне. Далее с помощью наполнителя набиваем наш мячик до нужной нам плотности. Набив до нужной плотности, с помощью иглы стягиваем и вторую сторону мячика. И так продеваем нить через каждый ряд. Продев нить по кругу, затягиваем наше отверстие. Затягиваем, чтобы не было дырочки. Стянув отверстие, закрываем петлю и хвостик прячем внутри мячика. Оставшуюся нить обрезаем. Вот наш мячик и готов.